Ребята, всем привет! У нас сегодня понедельник, курсов же нет, каникулы, и мы идем на термин, у меня термин к стоматологу на 3 часа 45 минуток. Как видите, погода у нас просто шикарная, да? Настя в новом луке. Я думала, что я ее не одену, а сейчас я покажу Настю. Вот, там, кстати, нам кто-то писал, типа, почему вы не вставляете фото в новой одежде, так вот, я вам снимаю на видео Настю. Вот такая, все-таки, классная эта кожанка. Качество, в принципе, вообще классное, да? Пойдет. Пойдет? Зато кофточка за 5 евро вообще класс. Да, я считаю, нормально шики. В общем, такая погода, настроение хорошее. Такая вот красота. Солнышко светит. В общем, ребятам, я иду по записи. Настя попытается пройти без записи, ей, наконец-то, пришла страховка. Мы про это говорили неоднократно. И у нее тоже выпала пломба и проблемы с зубом. Да. Ты надеешься, что у тебя сейчас размет на прием? Да, я надеюсь. Я надеюсь, что ей скажешь, что у меня острая боль, и у меня сразу прийдут. А у тебя острая боль, если ты хочешь обмануть? Она хочет обмануть. Болит? Остро болит или не остро? А потом скажут, ну давайте вам нервы вырывать. Вырывать нервы, вы не вырывать. Ну, я не знаю, как это все происходит. Я просто выражаюсь. Вообще, ребята, то я погорячилась. На самом деле солнце светит, а ветер такой холодный вообще. Еще у нас сегодня в планах покрасить Насте волосы, потому что действительно, ну, наклони. Желтые этот, как его. Нереально уже, ветер очень сильный. Нереально уже ходить с такими корнями. Ну да. Настя, расскажи, возьми телефон, расскажи, как ты обратилась вчера. Вчера я в неделю искала девушек, которые занимаются профессиональной покраской волос, потому что это уже нереально краситься обычной краской, как вы видите. Что происходит? Это портит волосы, волосы сухие, никакие становятся. И корни отрастают быстро после обычной краски и смываются через неделю. Я же думала, найду девушку профессиональную, которая сможет покрасить профессиональной краской и все остальное. Написала я одной девушке, она очень долго молчала. Через дня два она мне ответила, что она занимается этим всем. И я говорю, вы же занимаетесь профессионально, она говорит, да. Я говорю, можете мне посоветовать, потому что вот, с волосами проблемы, я уже начала с Малик смеющейся ей отправила, говорю, я уже не знаю, что придумать. И давайте посоветуйте мне оттенок. Просто проблема в том, что Настя, какой бы краской ни красилась, хорошей, обычной, у нее всегда, через время она смывается, становится желтым. Цвет волос становится желтым. А сейчас, вот я же говорю, еще раз можем понаблюдать на эти корни. Это жесть. Да. Вот я, ребята, никогда не красилась. Тебе не нужно. И я об этом не живу. Не, подожди, ну если бы тебя были светлые, у тебя цвет темно-русый. Поэтому... Я вообще говорю к тому, что я не портила свои волосы, конечно, я сейчас дыбом торчит. У меня вообще волосы тоже испортились после Польши, вот после воды. И уже тоже отросли, они у меня были вот так вот, надо будет подстричься тоже. Да, короче, сама суть, что я ей пишу, а она потом мне пишет, а вы что, с собой краску привезете? Будете сами могу. Профессионалы. Профессионалы. Еще и в второй город ехать. Вот, ребята, мы пойдем в Росман. Мне тоже ее давали, когда я сюда первый раз приходила. Заполняет. Будем надеяться, что ей тоже сделаю улыбок сегодня. Там данные, да, надо тоже, как и мне, почта, город, адрес, телефон. В общем, ждем. Короче, там в анкете пункт номер телефона перекладача, переводчик. Она говорит, тебя типа доводи. Да, меня, Настя. Я так хорошо знаю немецкий, что точно меня. Все, ребята, вышли мы от стоматолога. Где-то часик мы там были, все нам сделали. Настю приняли без записи, сейчас она вам расскажет. Мне тоже запломбировали зуб, немного было больно, потом стало все отлично. Теперь я иду 5 апреля к нему, и мы делаем мой последний больной зуб, и все классно. Нам очень повезло с этим стоматологом, русскоговорящим. Он, в общем, что говорил на немецком, потом говорит, ой, я извиняюсь, что говорю сейчас на немецком. Все доступно без проблем. Да, такой, знаете, очень хороший стоматолог. Да? Большое спасибо Германии, конечно. Да, и опять-таки мы ничего вообще сегодня не заплатили. Большое спасибо Германии за такую классную страховку, возможность реально сделать зубы. Особенно, когда они реально болят. В общем, сейчас нам Настя расскажет, как ее приняли без термина, и будем уже дальше смотреть по ходу ситуации, что мы будем делать. Итак, ребята, сначала Аня пошла зуб лечить, потом уже позвали меня. Но ты у него первый раз, у тебя же страхов нет. Я зашла, да, я сначала с девушкой говорю. Говорю, у меня такая боль зубная, срочно нужно что-то делать, потому что пломба отпала. Но ты переводчики ей написала? Я переводчики написала, она без проблем, анкету заполнила я. Она дала анкету, я ее заполнила, она сказала, вот, сидите и ожидайте, когда вас примет врач. Ну, минут где-то, сколько ты была, 15-20, да? Ты где-то, Аня была 15 минут, у тоже врача, она вышла от него, и сразу же пошла я к нему. Он у меня спросил, что у вас болит, я ему рассказала, что тоже вот зубная боль, неприятно мне, ну как? Я к языку дотрагиваться до зуба, так и скажу. Жевать неприятно, не могу нормально жевать. Ну, все такое, я ему рассказываю, все, без проблем, я вас понял, сразу начал делать мне пломб. И он такой переживает, да, слышит, больно, не больно. Да, да, он переживал постоянно, кстати, это хороший момент, что кто-то так спрашивал, несколько раз уточнял. Это приятный момент, потому что, знаете, как бывает, пилят и даже не спрашивают, болит у вас, не болит. Да, есть такие. Трепите, как вы хотите. Украине много, сколько раз это пила. И мне тоже, и Украине, и везде, мне кажется. Так что это большой плюс его. Мне очень понравилось, что он мне потом, когда сделал пломбу, он мне сказал, что если у тебя будет болеть пломба или что-то не так пойдет, ты можешь в любое время приехать без термина. Но термин он мне назначил на 25 число, на всякий случай. Как может болеть пломба? Ну, не то, что пломба, а зуб, может там, нерв будет болеть. Поэтому я имею в виду... В общем, мы очень довольны. Мы очень довольны, да. Большое спасибо еще раз. Я повторю своих слов тоже Германии, что есть такая возможность по страховке сделать зубы. Да, меня вообще реально поразило, как он говорит, извините, что я сейчас говорю на немецком вообще. Ну бывает. Мне же не по себе стало, надо сказать, извините, что я не могу вам ответить на немецком, он не является. Так что вот такие дела, ребята. Автоматолог у нас классный. Да, мы очень рады, Саня. Сейчас мы уже ждем автобус и будем ехать к нам на район, будем выбирать краску, но это видео я уже сейчас выставлю. Так что, ребята, не бойтесь тех, кто украинцы в Германии, не бойтесь идти по страховке и делать себе зубы. Все делают хорошо, безболезненно и никаких с этим проблем нет. Просто я знаю, что многие писали под каким-то видео, тоже про стоматологию было видео, что они там переживают идти по страховке, что это будет очень дорого. Вот мы вам пример, ничего мы не заплатили, сделали очень хорошо и мы очень благодарны и рады, что есть такая возможность. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Сегодня будет еще одно видео, как мы красим Настю. Все, пока. Пока.